Я вас пригласил по одному очень важному вопросу и для Городского совета депутатов, и для жителей города, чтобы объяснить, и с первых уст вы услышали ту информацию, которую я хотел бы до вас довести. Вы знаете, что у нас 25 ноября состоится очередная сессия Городского совета, и один из вопросов, который мы выносим, это разговор о том, что 30 октября у нас прошла сессия Городского совета в дистанционном режиме. Мы исходили из того, что, учитывая эпидемиологическую обстановку в городе и вероятность того, что, может быть, получится, что кто-то получит контакт для того, чтобы заразиться, поэтому мы приняли такое решение. Но получилось так, что то решение, которое мы приняли, мы считаем и до сих пор считаем, что мы поступили правильно, но учитывая то, что мы выступили пионерами в проведении сессии в таком режиме, и начинается много вопросов в дальнейшем, которые могут возникнуть, что есть вероятность того, что те решения, которые мы приняли на сессии в дистанционном режиме, они могут быть в дальнейшем оспорены. А у нас самый главный вопрос и самый важный был вопрос – это о назначении даты выборов главы города и о назначении конкурсной комиссии для участия в этих выборах. Поэтому для того, чтобы исключить возможность или вероятность того, что может быть в дальнейшем процессе, в дальнейшей работе, те решения, которые мы принимали на сессии городского совета 30 октября, они могут быть оспорены. Мы, конечно, можем вступить в судебные тяжбы, но тяжбы – это дело не совсем благородное, и оно может уйти надолго, но город не должен оставаться без градоначальника. Поэтому мы, прислушившись мнению коллег из законодательного собрания Красноярского края, из аппарата губернатора, и приняли решение, что мы 25 ноября на очередной сессии городского совета отменим одно решение и примем другое решение, для того, чтобы в дальнейшем не было никаких кривотолков и не было каких-то инсинуаций, которые помешали выборам главы города. Поэтому ситуация непростая. Хотелось бы, конечно, чтобы мы в этом году увидели главу города, но получается так, что в связи с этими процедурными вопросами, по всей вероятности, главу города мы выберем где-то там число 18 января. Января? Да, потому что там есть другие процедурные вопросы, что необходимо после опубликования сессии, там 40 дней, 40 дней у нас пройдет, это будет 4 января, 4 января это выходные дни, там сколько мы отдыхать будем там? Или 10 дней, или 15, я вот сейчас не могу сказать. До 10-го, да? Ну, поэтому 10-го, там 10-го, 12-го, наверное, будет заседание конкурсной комиссии, и в течение там 5 дней, или сколько, мы там проведем сессию по выборам главы города. А чьё это было решение? Общее, или чьё это? Прости дистанционное. Такого опыта есть у нас в России? К сожалению, такого опыта, я же сказал вам, что такого опыта в России, к сожалению, нет. Хотя вот со многими территориями разговариваешь, но законодательной базы, чтобы сказали однозначно, что так можно проводить, законодательной базы такой нету. Но есть там ссылки на законы 18-го года, и можно этими воспользоваться, и оспорить те решения, которые мы примем. Ну, что сделаешь? Кто-то должен сделать первый шаг, я думаю, это сподвигнет, будем так говорить, сподвигнуть тех людей или тех депутатов высшестоящих уровней, которые примут поправки, или внесут поправки, или выйдут с предложениями для того, чтобы таких казусов не было. Потому что ситуация в городе непростая, я сегодня на штабе был, и мы еще пока, знаете, неизвестны, когда выйдем на эту плату. Поэтому исходим из того, что и людей жалко, и все меры постараемся предосторожности принять, для того, чтобы сессию провести так, как требует от нас законодательство. Проблема только в том, что это было решение принято дистанционно, или проблема в том, что в этом решении участвовали какие-то депутаты? Нет, нет, это было решение принято из-за того, что сессия прошла дистанционно. Хотя, вроде бы, мы все процедурные вопросы соблюли, да, там, голосовали, каждого спрашивали, кто за, кто против, кто присутствует, все. Но, тем не менее, наши старшие коллеги сказали, ребята, зачем обратить на себя ответственность? Лучше давайте вот сейчас мы еще раз эту процедуру пройдем, чтобы потом уже в дальнейшем, когда наступит реальное время, и там реальные кандидаты будут претендовать на пост главы города, чтобы потом никаких нюансов не было. А то, может, получится так, мы примем, проголосуем, назначим, а потом кто-то оспорит и скажет, ребята, ваше решение не, и решение не законное. И поэтому приняли вот такое решение. А все решения, которые принимала эта сессия, будут... Ну, получается так, да, но есть такие первостепенные, это, будем так говорить, комиссия конкурсная, да, и назначение даты выборов. Ну, остальные вопросы, они там в повестке дня были не критичны, мы, у нас еще есть время для того, чтобы там год закончить с решением тех задач, которые стоят перед депутатами городского совета. У нас важный момент, еще будем так говорить, это слушание и принятие бюджета в первом чтении, поэтому тоже работа очень большая, очень ответственная, и коллеги по депутатскому корпусу подходят основательно там к рассмотрению параметров бюджета в первом чтении. И еще раз очень, все вопросы, откат назад, которые были в детском режиме. Да, 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 да. Ну, хорошо, что мы хоть с вами, знаете, или мы провели всего такую одну сессию. Вот, потому что то решение, которое было у нас принято, вот в связи с этой ситуацией, мы еще там в августе, в апреле месяца принимали, что можно такое. Ну, сначала соглашались, потом, когда начали более детально изучать, вникать в эту ситуацию, ну, и посоветовали, ребята, не рискуйте, переголосуйте. Ну, раз так, давайте. А почему возникало опасение? По сути дела прокуратура же вам согласовала? Не, понимаете, ну, согласовала, да, но когда стали более детально там изучать, вот я же сказал, да, и оказывается, там есть, можно там посмотреть в законах, мы тоже там с этим не согласны, там в 18-м году принято, что все, будем так говорить, сессии должны проходить в режиме там реального времени. Хотя посмотришь, да, смотрите, там и заседание, он ШОВС там проводит в дистанционном, заседание правительства в дистанционном, но то, что касается законодателей, вот здесь это, знаете, нигде еще не прописано. Какой-то ответственность, что вы советуете? Чревато? Ну, чревато тем, понимаете, чревато тем, что, понимаете, вот мы сегодня примем это решение, да, если, думаем так, оставим, ну, без внимания те, чревато тем, что потом окажется, что наше решение оспорит, и потом придется там в суде доказывать, что мы были правы, но на это будет время, и сколько времени это уйдет, мы примерно представляем. Можно там перенести еще, еще, а в городе должен быть хозяин. Субтитры сделал DimaTorzok